Так, посмотрим, посмотрим, что он там из себя представляет. Я просто настройки аудио еще менял, и я пока не знаю, как оно все работает. Не знаю, как оно работает, но должно типа хорошо, наверное. Должно. Всем привет. Ваше здоровье, ребятки. Скучали, ждали. Мы вернулись. Короче, поменяли камеру, поменяли помещение, поменяли микрофон. Все поменяли. Все ради вас, все для вас. И давайте немножечко поболтаем. Вот, поговорим о том, что поменялось, почему был такой простой на канале. Давайте по порядку. Помещение, в котором я раньше снимал, вот, помещение, в котором я раньше снимал, в котором я раньше работал, вот, и оно было продано, вот, оно было продано. Соответственно, я перебрался в географически совершенно другое место. Вот, на нем нужно было сделать какие-то подготовительные работы. И плюс еще, да, давайте, все по-честному. Вот, если говорить до конца честно и откровенно, то у меня были серьезные, там, скажем, ментальные проблемы, вот, назовем это так. Вот, получилось много малопозитивных событий, и, как бы, соответственно, ну, как-то, в общем, не до этого было. Сейчас все это выровнялось, стабилизировалось, мы, ну, можем продолжать. Вот. На эту камеру писать гораздо удобнее. Я пишу сразу на жесткий тиск, на комп, это классно, потому что мне не приходится заниматься перерендерингом и всяким вот этим говном. Ну, те, кто работали с видеоматериалом, они вам скажут, что каждый рендер, когда происходит, теряется качество, и оно все хуже, 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 хуже. Сейчас все просто. Есть камера, все пишется на жесткий диск. Единственное, что у нас вот здесь, вот, я говорю, ну, именно в этом доме частенько скачет свет, и, действительно, кусок видоса может просто исчезнуть, особенно, если я пишу большими сессиями. Да, такое возможно, но в остальном, как бы, ну, нормально. Писать можно большими кусками. В прошлом видосе как раз снимал, мне еще понравилось. Можно прям снять большой кусок, усманище, и его просто ускорить. И тогда человек, которому оно интересно, он может все это посмотреть. Ну, прям подробно, как все это происходит. Я не боюсь уже за то, что у меня там камера сядет или... Ну, вы помните, я когда-то тогда еще снимал. Когда-тогда? Тогда-когда. Вот, когда я снимал раньше, у меня камера частенько садилась, мне приходилось ее дозаряжать, ставить работу на паузу. Сейчас с этим проблем нет. Еще один момент. Смотрите. Вконтакте. Вот, у меня не в группе Вконтакте, а на страничке Вконтакте, которая есть, естественно, на нее ссылка и в Дзене, и на Ютубе. Вот, я сделаю там альбом. Там будут работы, которые можно приобретать. То есть, то, что я резал, пока не снимал. Ну, короче, просто там каталог, если вам интересно, вы всегда можете приобрести продукцию. Это самый, наверное, верный способ поддержать мастерскую, сказать ей спасибо. Во-первых, вы что-то для себя получаете. Ну и плюс, как бы, да, мастерская для этого существует, она делает вещи. В принципе, на самом деле, самое главное, что я хотел сказать, что у меня, наконец-то, все нормально. То есть, как бы, мастерская работает, она может функционировать. Я докупил то, чего не хватало, поменял какие-то вещи, которые раздражали. Плюс вот эта возможность писать напрямую на жесткий диск, она супер хорошо вообще, ну, влияет на продуктивность именно видеоконтента. То есть, сам по себе, ну, бокс, мастерская, фреза, все это работало. И, как-то я странно это сказал. В общем, я работал, когда канал стоял на паузе. Но, конечно же, возможность это записать, это всегда приятно, потому что иногда... Иногда бывает элемент, который интересно показать. Допустим, что-то вот получилось, и мне кажется, что вот это вот прям вот хороший был ход. А иногда бывает весь видос хочется рассказать, показать. Поэтому, конечно, в формате вот такого блога оно как-то происходит более понятно, возможно. Более как-то открыто. Вот, допустим, давайте. Из той резьбы, что была проделана, что мне прям понравилось. Идея получилась случайно. Вот, идея получилась случайно. Что, по сути, у меня было? У меня был приблизительно вот... Короче, вот такой вот квадратик. Он был достаточно неправильной формы. И, в принципе, я думал, что из него ничего интересного вырезать не получится. И, в принципе, поначалу я его даже откинул куда-то. Он у меня не один год валялся. И тут вот как раз у меня накатило все это депрессивное настроение. Всякие мысли в голову лезли. Такого деструктивного содержания. И как бы, наверное, для меня было каким-то спасением вновь вернуться в мастерскую, запереться там и начать работать. В общем, вот что у меня получилось. То есть вы это видели уже в видосе. Сейчас могу показать это более подробно. То есть, во-первых, в чем разница от той резьбы, которая была до этого? Она прям-таки тонкая. Видите? То есть... Как это сделать? Остачки, все вот это... То есть его насквозь можно просмотреть между зубами. Тутай. Верстия. О-о-о, так, на фоне черном. Хорошо видно. Также, вот, хочется сказать, что, в принципе, меня всегда гипнотизировал человеческий череп. Я считаю, что это такой пик. Ну, он мне казался всегда очень красивым. Прям вот мне с детства с них перло. И я их очень люблю резать, поэтому у меня основные всегда были это черепухи. На мне много черепов, так, на какой... Здесь черепа, и здесь на руках там крысы с черепами. В общем, такое. Вот. В чем прикол? Я использовал неправильную вот эту форму, этого квадрата, чтобы сделать вот этот хвост. У меня тоже такой недавно был длинный. Я его как раз относительно недавно обстриг. Вот, побрился и обстриг. Вот такой вот хвостатый. Это у нас будет подвеска. То есть, вот видите, отверстие, на которое можно все это дело подвесить. Вот, и таскать. Я сразу скажу, что я его выставляю на продажу. Вот, он стоит на продаже, пока его никто не приобретал. Это у нас монолитная резьба. Рог лося. Видите, здесь очень прикольный получился переход. Вот так. То есть, есть более темная часть участка крога. Здесь более светлый. Это, ну, естественно, и такой перелив. Как у меня пальцы огромные. Вот. Ну, в общем, смысл именно вот в этом. Вот. Своего рода новый уровень, который постиг меня. Также. Также это вот бусины на темляки, которые я, естественно, тоже продаю. Вот. Тоже продаю. Они, ну, это полноценный череп. То есть, он без каких-то там этих... Сзади что-то там не прорезано, как на китайские, знаете, эти там... Ну, штампы, когда с одной стороны есть, с другой нет. Нет, он на 100% он весь готов. Он без нижней челюсти. Потому что рога не хватило. То есть, кусочек был совсем маленький. Такой вот черепок. Хороший, правильный. Естественно, все сквозную прорезано, что должно быть сквозную прорезано. И, ну, хорошо это будет смотреться на каком-нибудь на «Ж», допустим. Но, опять же, я говорю, это темляки, это бусины, это какие-то, ну, розарий. Розарий — это такие четкие, металлические, которые я буду делать. И, в принципе, наверное, основной посыл пока именно таков. Самое главное, что хотела сказать, это, как говорится, я обращаюсь больше к себе, чем к вам. Не падайте духом. Будем продолжать. И, как бы, оно там не было дальше, если там много... Мне уже, наверное, раз много, в общем, много раз мне написали, что если YouTube закроет, где себя найти? Я говорю, ну, есть ВКонтакте, есть Дзен. Я, конечно, надеюсь, что его не закроют. Но Надежда делала такое. Меня, если честно, в какой-то момент уже просто, ну, был там один хороший человек, который настолько мне проел плешь, что, типа, закроет, что все, чем ты занимаешься, такая бесполезная вещь. Причем, ну, как бы, вот вам, пожалуйста, парадокс общения с отдельными персонажами. Вот вам такой прикол. Человек является давно моим зрителем. Человек меня хорошо знает. Человек смотрит то, что я делаю. Ему нравится то, что я делаю. Но он один из моих постоянных заказчиков. Но при этом он всеми силами старается сделать так, чтобы я перестал вести этот блог, чтобы канал закрыть. Типа, и логики в этом я не вижу никакой. То есть это какой-то двойной, вот это двойное противоречие, двойной стандарт. Человек, с одной стороны, наслаждается, с другой стороны, он, видимо, как-то... В общем, я не знаю, что он хочет сделать. Это вот типичная такая ситуация непонятных людей, которые непонятно чего хотят, и при этом, ну, действуют деструктивно. И это вот, это у любого в жизни есть такие люди, которые, так сказать, не то, что на дно тянут, но они демотивируют. И в какой-то момент я вам расскажу такую историю. В принципе, наверное, это вот то, что стоит делать. Это такая вещь. Я работал татуировщиком 7 лет. Я слышал столько историй, причем настолько, откровенно, простите, ебнутых историй, что порой, ну, я не мог поверить, что они действительно произошли. Часть из них действительно была просто обраньем, но были порой истории, которые хоть стой, хоть падай, хоть брось, хоть положи. Вот. И это история из той же категории. Ну, так вот, история следующая. Я ее посмотрел, по-моему, по National Geographic. Geographic, не знаю. Правильно. Вот, я ее посмотрел уже достаточно давно. Она называлась, фильм назывался, по-моему, про черных скейтеров. И, в общем, там ребята рассказывали, уже они взрослые мужики, по 40 с копейками, они рассказывали о том, как они катались в 90-е, в 80-е на скейтбордах. Я, ну, какое-то непродолжительное время сам катал. Вот. И они рассказывали про то, что на них постоянно давили их, так сказать, диаспора, чернокожая диаспора. Говорили, типа, «Эй, Голливуд!» Типа, ну, считалось, что скейтборд – это занятие для бедов. Просто было такое клише, они их постоянно оскорбляли. То есть, они допускали оскорбления, унижали их, говорили, что вы занимаетесь чем-то плохим. И вот мужик рассказывает. Он уже сидит такой, ну, взрослый дядька, он уже седной. Он рассказывает, что, говорит, вы знаете, и со временем я все-таки перестал катать. Потому что, говорит, вот, понимаете, вот такая вещь, вроде вам говорят глупость, но со временем вот ее накапливается, она оседает, и ты все равно как-то начинаешь думать, что, может быть, они правы. Ну, не могут, типа, все они ошибаться. И на самом деле это из той же категории. Потому что, в принципе, это какая-то отдельная категория людей. Это еще кто-то называет энергетическими вампирами или что-то в этом духе. Но смысл очень простой. Есть категории лиц, которые всегда будут вам пытаться доказать, что то, что вы занимаетесь, это просто какое-то, ну, не знаю, говно никому не нужное. И вы, ну, ничего в этом не добьетесь. И на самом деле, когда такая, вообще такая вот причина возникает, такая мысль возникает, вы должны задать самый главный вопрос себе. Почему он это сказал? Вообще, это важно, это супер важно. Запомните это, пожалуйста. Если вам это сказали, почему он это сказал? Он на вашей стороне был в тот момент. Он так мыслит, он так думает, он такой человек, у него такой склад. Я думаю, или же он просто, ну, например, банально завидует, что у вас это получится, вы станете хорошим специалистом в этой области, а он застрял на каком-то вот уровне и дальше никуда не идет. Это, ну, серьезная такая вещь. Вот такой получился ролик. Такой получился ролик. Такой подкаст небольшой. Посмотрим, как там будет со звуком, как будет с вашим фидбэком, потому что, на самом деле, обычно я такие долгие видосы не пишу. Но я думаю, что надо, надо это делать, потому что иначе происходит какая-то игра в одни ворота, и порой мне одни и те же вопросы задают по 10 раз одни и те же люди. И это получается, что то ли я невнятно говорю, то ли я плохо объясняю. Смотрим, поглядим, увидим. Вот. Если это видео вам понравилось, поставьте палец вверх. Если это видео вам не понравилось, поставьте палец вниз. Напишите свой меткий комментарий. И с вами был Речик Вульф. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин